МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Удовольствие от игры. Воспитанники спортивной школы Вымпел занимаются футболом. Хвойный беспредел. Какую выбрать ёлку на Новый год в 2023-м? Учимся, растём, развиваемся. Посвящение в ряды Орлята России прошло в школе номер 14. Жизненная необходимость. Обеспечение льготными лекарствами жителей Электрогорска. Зоорубрика «Лапы и когти». Духовные беседы. Прогноз погоды. В спортивном зале «Сокол» слышны громкие звуки удара мяча. Футболисты спортивной школы Вымпел проводят традиционную разминку, нацеленную на развитие координации движения, гибкости и силы участников. Она помогает детям разогреться и подготовиться к интенсивным физическим нагрузкам. Каждая тренировка проходит под руководством опытных тренеров, которые не только владеют профессиональной методикой обучения, но и имеют большой опыт работы с детьми. Всегда идет физическая подготовка, бег. Без бега футболисты ничего из себя не представляют. Обязательно надо бегать. Ускорения, фроссы, различные упражнения. Потом работа с мячом, двухсторонняя игра, какие-то упражнения с мячом. Зимнее, осеннее время, когда погода плохая, проводим в зале. В остальное время на улице, начиная с апреля по октябрь, занимаемся на улице. Основная часть тренировки включает в себя работу над техническими навыками футболистов. Дети практикуют передачи, удары поворотом, дриблинг и тактические элементы игры. Это позволяет им совершенствоваться в основных аспектах футбола и развивать свое мастерство. Спортивная школа «Вымпел» воспитала не одно поколение спортсменов и призеров муниципальных, областных и общероссийских соревнований. Возраст воспитанников от 6 до 14 лет. Ребята некоторые закончили уже школу, выпустились. Кто-то играет на уровне Московской области. Сейчас ребята хорошие появились. Некоторые пытались закрепиться в московском «Спартаке». Были на просмотре, там показали неплохие результаты. Также команда играет 12-13 года у нас на первенство в Московской области. Результаты не очень, так что мы соревновались с более крупными городами. Электростайль, Нагинск, Балашиха. Но ребята участвуют, набираются опыта, получают практику. Также участвуют в коммерческих турнирах почти каждый выходной день. Там тоже неплохие результаты ребята достигают. Занятия футболом не только помогают детям развивать физическую активность, координацию и остроту реакций, но и формируют в них навыки командной работы и самодисциплины. Да, это коллективная игра, где ребята сплачиваются. Также взаимовыручка присутствует. Они помогают друг другу, учатся жить в коллективе. Много положительного. Также физически хорошо развиваются. Этот вид спорта стимулирует детей к достижению личных и командных целей. И характер спортсмена в этом деле имеет значение. Без характера ничего не достигнет у нас на поле. Есть способные ребята без характера. Они останавливаются на одном уровне и стоят. А вот ребята с характером борются, достигаются, тренируются, дополнительно занимаются. И что-то у них получается. Важной составляющей тренировок является игровая практика. И каждый футбольный турнир как для ребят, так и для тренеров особенный. Запомнившая игра, наверное, года три назад мы заняли 11-м годом первое место здесь участвовали в Электрогорске. Победили всех команды, в том числе знамя труда в городе Орехово-Зоево. Еще других команд было, более 8 команд. И по пенальте выиграли в последней игре. Очень хорошо показали. С более сильным соперником сыграли на максимуме. Выложились от и до. Показали хороший результат. Стать хорошим футболистом может каждый ребенок. Для этого нужна вера в себя и ежедневная работа. Тренироваться, не останавливаться на достигнутом, посещать все тренировки, не сочковать. Работать над собой. Я говорю, помимо тренировок, если они будут работать над собой, то результаты будут намного выше. Ребята с удовольствием занимаются этим видом спорта и достигают хороших результатов. Я занимаюсь футболом в 6 лет. Я нападающий. А почему ты выбрал именно этот вид спорта? Ну, как-то сложился больше по душе. Решил так, что футболом я буду заниматься. Что тебе вообще нравится в занятиях? Забивать голы. Всегда, когда забиваешь голы, это очень приятно. Что ты пожелал бы всем футболистам? Стать профессиональным футболистом и играть на высоком уровне в Европе. Игроки уверены, что для успеха необходимо обладать немалыми умениями. И в этом им помогают тренеры. Я занимаюсь футболом с прошлого года. Я отстрали полузащитник. Мне нравится, что здесь ты в команде, все вместе. Ребята тебя поддерживают. Как ты считаешь, какие качества развиваются на таких занятиях? Выносливость, храбрость. Скажи, пожалуйста, как тренеры помогают тебе? Ну, тренера поддерживают. Если что-то неправильно, они как бы поправляют. Что бы ты пожелал всем футболистам? Я бы пожелала развиваться, никогда не останавливаться. Ну, и попасть в хорошую команду. Юные футболисты гордятся своими победами и каждый день продолжают учиться новому. Сейчас я играю нападающим, а раньше был вратарем. Понравился мне он тем, что, не знаю, ну как-то само так произошло. Выбрал я именно футбол. Случались ли у тебя какие-то запомнившиеся ситуации на поле, либо какие-то необычные матчи? Да, наверное, происходили, когда мы играли с более сильной командой. Это был финал, было лето. Мы проигрывали 1-0. И тогда мы сравняли 1-1 и по пенальти выиграли. Заняли первое место. Это, наверное, вот больше всего запомнилось. Ты занимаешься уже довольно-таки давно футболом. Есть ли у тебя какая-нибудь любимая команда? Наверное, любимая команда – это Манчестер-Сити из Англии. Мне они нравятся игрой, как они слаженно играют. Довольно давно слежу за ними. Скорее всего, для меня этот клуб лучший. Что бы ты пожелал всем футболистам? Наверное, не сдаваться и укреплять свое здоровье. Желаем всем футболистам и их тренерам успешных игр, новых побед и достижений, спортивной силы и выдержки. А всем болельщикам интересных матчей и побед любимой команды. Пусть всегда удается забивать красивые голы и получается все, к чему есть стремление. Согласно распоряжению Министерства здравоохранения Московской области по льготному обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача, в амбулаторных условиях в настоящий момент открыта возможность внесения сведений по персонифицированной дополнительной потребности в лекарственных препаратах на 2024 год. Пациентам, у которых произошли изменения в лечении на 2024 год с добавлением лекарственных препаратов и пациентов с новь выявленными заболеваниями и назначениями лечения, просьба обратиться к своим лечащим врачам во взрослую и детскую поликлинику до 15 декабря, до 15-12. По всем вопросам можно связаться по телефону горячей линии 8 498 602 03 59. Елка – главный символ Нового года. Хочется, чтобы в доме стояла свежая, зеленая, ароматная красавица, но за ее сруб можно понести серьезное наказание. Вырубка елей в лесу – противоправное действие. За это можно получить штраф до 500 тысяч рублей и даже арест на срок до двух лет. Здравствуйте, уважаемые жители Электрогорска! От лица Электрогорского участкового лесничества поздравляю вас и гостей города с наступающим Новым годом! Сегодня я хочу вам рассказать, как не омрачить небольшим, неприятным таким действием свой новогодний праздник. Новогодний праздник, естественно, это новогодняя елка. Новогодняя елка растет в лесу. Это елка, но просто называется новогодней. И я прошу и жителей города Электрогорска, и гостей нашего славного города ни в коем случае не срубить елку в лесу. У нас леса защитные, то есть особо охраняемые. Поэтому срубленная елка, даже маленькая, уже за нее наступает уголовная ответственность, потому что ущерб лесному хозяйству превышает пять тысяч. А как же все-таки упростить себе жизнь, если хочется быстро и недорого? Существует хорошая альтернатива – маркетплейсы. Там представлено большое разнообразие елок. Подобрать их можно, исходя из временных и финансовых ограничений. На маркетплейсах можно найти много вариантов на любой вкус и цвет. Продаются елки как большого, так и маленького размеров, уже украшенные шишками и шарами, а также складные, не занимающие много места в шкафу. Много ли елок заказывают в преддверии Нового года? Ну, пока что еще ни одной. Как вы думаете, почему на маркетплейсе удобно покупать елку? Не знаю, возможно, скорость доставки, дешевизна, удобство. Ну, думаю так. А можно пофантазировать и сделать елку самим. Это очень здорово получилось у учеников 14-й школы. А если вы не доверяете маркетплейсам и хотите приобрести елку лично, то это можно сделать в магазинах Электрогорска. Там представлен широкий ассортимент елок на любой кошелек. Многие уже украшены главным символом 2024 года по китайскому календарю – драконом. Для тех, кто все-таки хочет живую елку, тоже найдутся варианты. Существуют специализированные места для самостоятельного сруба. Если вы хотите срубить елку в лесу, Комитет лесного хозяйства Московской области предлагает два питомника Московской области. Они, конечно, далеко от Электрогорска. Но возможность такая есть – самому лично поехать на этот питомник и в лесу срубить елку. Даже если у вас не будет топора, вам его там предоставят. Перед поездкой в питомник необходимо связаться со специалистом, согласовать время работы и уточнить наличие елки, которую хотите. Питомники находятся в Сергиево-Посаде и Дмитрове. Точный адрес можно найти на сайте Комитета лесного хозяйства. Эта акция будет проходить с 18 по 31 число. Так что добро пожаловать. А в скором времени на городском рынке должен начать свою работу елочный базар. В прошлом году стоимость одного метра елки составляла порядка 900 рублей. Также среди жителей Электрогорска был проведен опрос. Съемочная группа телеканала ТВЛ узнала о предпочтениях в выборе и украшении зеленой красавицы. Какую елку вы предпочитаете больше – живую или искусственную? Живую. Они красиво выглядят. Живую. Наверное, искусственную. Искусственную предпочитаю больше. Ну вот, купили искусственную в этом году. Да, нас обманули, по-моему, потихонечку, и я подозреваю, что это не елка, но все-таки, я думаю… В смысле? Ты думаешь, это ершик все-таки? Ну, наверное. Когда начинаете наряжать? В середине декабря. Ой, числа 29-30-го. Я ее не разбирала. У меня это вообще искусственное. Сегодня, сегодня. Синько число. 8-ое. 8-ое декабря, да, вот, уже сегодня. Что, на ваш взгляд, самое главное в елке? Звезда. Подарки внизу под ней. Наверное, украшения, скорее всего. Игрушки. Дед Мороз с недурочкой под елочкой. Традиция. Если бы вам понадобилась елка, где бы приобрели? На маркетплейсе. Ну, на рынке, наверное. Наверное, где-нибудь в специальных местах у нас в городе. Ну, на каком-нибудь базаре. Обязательно ли она должна быть зеленая? Да, и пушистая. Ой, нет, не обязательно. Можно и голубую. Нет, 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 вот, говорю. Купили, вроде елка. Вот. Вроде не зеленая, но я дальтоник, поэтому мне показалось, что зеленая. Нет, она должна быть зеленой, как Синько. Что вы пожелаете жителям Электрогорска в наступающем Новом Году? Я желаю всем добра, счастья и мирного неба над головой. Здоровья, удачи, успехов, везения. И главное, мира в душе и над головой. Ой, хорошо встретить Новый Год. И в Новом Году всем, всем, всем всего хорошего. Будьте счастливы и будьте самыми честными людьми. Пускай счастливыми будут и пускаем подарков по большому, наверное, всем. Ну что, приобретаем пушистую красавицу и готовимся встречать Новый Год. Новый Год Чтобы повысить всестороннее развитие личностных качеств и активности у ребят, создается большое количество проектов. В школе номер 14 прошла торжественная церемония посвящения ворлята России. Поверьте, для учеников это очень важное событие. Для обучающихся начальных классов школы номер 14 прошло торжественное посвящение в ряды орлята России, на котором присутствовали педагоги, родители и активисты российского движения детей и молодежи «Движение первых». С напутственными словами к ребятам обратилась депутат Совета депутатов Павлова-Посадского городского округа Ольга Дорофеева. Она поздравила школьников и пожелала им быть дружными, активными, помогать друг другу и любить свою страну. У вас есть все возможности сейчас для того, чтобы стать действительно надежной опорой для нашей страны. Берегите честь смогу. Будьте внимательными тем, кто находится рядом с вами. Высокого вам полета Орлят России. Девчонки и мальчишки произнесли клятву и с гордостью спели гимн Орлят России. Новоиспеченным орлятам вручили галстуки, а они в свою очередь прочитали стихи и дали торжественное обещание горячо любить и беречь свою родину и поступать по чести и совести. Орлята России – это крепкое содружество, где ребята учатся, растут и развиваются под флагом нашей родины, который объединяет и вдохновляет на новые великие свершения. Орлята России – это всероссийская организация содружества детей начальных классов. Дети проходят определенные этапы, повышают свою эрудицию, становятся, конечно, дружным классом, начинают общаться много между собой, делают добрые дела. В нашей школе это первый отряд, который мы посвятили в Орлята России. И они у нас самые активные, эти ребята. И я думаю, что у них все получится. Младшие школьники, принятые в Орлята, понимают, что теперь они не просто ученики. Ребята вступили в большую и дружную команду. Учатся дружбе, взаимовыручке и делают добрые дела. Мне все очень понравилось. Мы готовились очень много, делали добрые дела. Как ты думаешь, после вступления в ряды Орлят России ты станешь более ответственным человеком? Мне кажется, да. А ты любишь свою страну? Это очень важно. Да, очень. Смотри, Орлята России это прежде всего патриоты. Ты являешься таким человеком? Ну да, я являюсь. Я хорошо учусь и получаю знания, когда хожу в школу. Обещаешь ли ты всегда приходить на помощь и помогать школе, когда это потребуется? Клянусь. Для всех Орлят это важное событие, к которому они очень готовились и сильно волновались. Я очень волновалась перед выступлением. Боялась, что не расскажу свой стих. Церемония прошла очень интересно, то, что мы поступаем в Орлята. Важное ли это для тебя событие? Для меня это очень важное и гордое событие. Я волновался, но собрался и успешно. Успешно. В школе номер 14 вы стали первыми Орлятами России. Как эмоции? Я очень рад этому. Программа Орлята России разработана в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», национального проекта образования. Деятельность обучающихся будет осуществляться в семи направлениях. Орленок-эрудит, Орленок-доброволец, Орленок-мастер, Орленок-спортсмен, Орленок-хранитель исторической памяти, Орленок-эколог и Орленок-лидер. Все направления нацелены на развитие социальной активности младших школьников. Предприятие «Бронциалов А» – завод по производству лекарственных препаратов, приглашает сотрудников с хорошим зрением на участок просмотра продукции медицинского назначения с оплатой 2400 рублей в смену, как на постоянной, так и на временной основе, в том числе студентов старше 18 лет. Телефон 8-496-43-312-87. 8-496-43-312-87. Телефон начальника цеха. 8-910-442-4427. 8-910-442-4427. Ирина Владимировна. Ирина Владимировна. Приснится ж такое. У меня же все оплачено. Никто меня не отключит. Узнать о своей задолженности можно по телефону 3-24-43. Оплатить по адресу Ухтомского, 9, Пристройка. Оплатить услуги кабельного телевидения можно в личном кабинете Сбербанк Онлайн. Для этого заходим в личный кабинет, выбираем счет, с которого будем производить оплату. В поиске пишем «Навигатор Плюс», как показано на видео, выбираем «Кабельное телевидение». Далее нужно указать пятизначный номер лицевого счета, который можно найти в чеке квитанции на оплату, или узнать по телефону 3-24-43. Вводим сумму платежа и нажимаем «Уплатить». Готово. Ближайшей ночью столбики термометров будут показывать минус 8 градусов. Ожидаются осадки в виде снега. Атмосферное давление в пределах нормы, ветер юго-восточный умеренный. К утру 12 декабря снег усилится. Температура воздуха на протяжении дня будет не ниже минус 8. Возможно, сильные порывы ветра. Атмосферное навpassание – Лековая hết. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин